Всем привет! Сегодня понедельник, 28 сентября. Меня зовут Максим Журавлев. Вы на канале про деньги и рынки. Подписывайтесь на канал, если вы это еще не сделали. Обязательно ставьте колокольчик, для того, чтобы не пропускать новые видео. Итак, давайте по традиции обсудим текущую ситуацию в мире на рынках экономические новости, которые оказывают влияние на доллар-рубль и на нефть. Начнем с того, что эта предстоящая неделя у нас обещает быть достаточно жаркой. Есть несколько событий, которые безусловно оказывают влияние и уже оказывают и будут оказывать. Начнем с того, что у нас разгорается вооруженный конфликт на территории Нагорного Карабаха. Эта история уже тянется достаточно длительное время, уже можно сказать десятилетия конфликта. Дело в том, что разгорелся конфликт между Арменией и Азербайджаном. Там этот Нагорный Карабах это горячая точка. Есть и конечно история. История такова, что Азербайджан считает Нагорный Карабах исконно своей территорией. Армения поддерживает наоборот Нагорный Карабах в том его в автономии. И на этой почве уже достаточно длительное время вот эти все конфликты, они там рано или поздно возникают. То есть периодически это все происходит. Надо еще отметить, что во всей этой ситуации, безусловно, они остаются в стороне и Россия, и другая держава НАТО, Турция. Турция традиционно поддерживает Азербайджан. Буквально уже есть новости о том, что он разговаривал с Алиевым. С другой стороны Пашинян, это премьер-министр Армении, разговаривал с Путиным. В общем и целом, вся эта история, конечно же, пока формально явно не показывает, не оказывает какое-то влияние именно на финансовые рынки, именно на фондовые рынки. Но я уверен, что это чисто политические моменты. Вооруженный конфликт всегда он в какой-то мере опасен. То есть еще неизвестно, как будет разворачиваться ситуация в будущем. Ясно лишь одно, что открытое боестолкновение, то есть по сути дела танки в бой пошли, это открытые, есть жертвы, кстати говоря. Но тут еще есть такое некоторое предположение, что вообще в целом во всей этой истории, конечно, замешаны не сколько Армения и Азербайджан, сколько опять-таки Россия и Турция. То есть это две региональные державы. И надо еще понимать, что любые боевые столкновения, какие бы ни были, они так или иначе преследуют чьи-то интересы. Вопрос чьи интересы, для чего и кому это сейчас нужно. Тем более мы знаем, что Нагорный Карабах, это исконно горячая точка, то есть там, где тонко там рвется, есть такая пословица. Поэтому будем следить за этой ситуацией. Но забегая вперед, конечно, хочется уже сказать, что это нехорошо для фондового рынка России, это нехорошо для российского рубля, поскольку это две бывших союзных республики. И, во-первых, во-вторых, это все-таки территориальная близность к России, это опять-таки горячая и неспокойная точка около границ России. И это столкновение интересов других держав. Туда же, конечно, уже вмешивается, по крайней мере, вербально Соединенные Штаты Америки. Трамп уже заявил о том, что необходимо прекращать эти боестолкновения. Но посмотрим, как дальше будет разворачиваться ситуация. Будем надеяться, что все более-менее останется более-менее в мирном русле. Но в любом случае жертва уже есть, поэтому смотрим за развитием событий и следим внимательно. Пойдем дальше. Итак, на этой неделе у нас планируется тоже достаточно важное политическое событие. Это открытые прямые дебаты между Трампом и Байденом. Аналитики уже много говорят на этот счет. Ясно лишь одно, что если Байден будет вербально одерживать победу в этих дебатах, то есть предпочтение будет отдаваться именно этому кандидату в президенты, то рынки будут оценивать это, условно говоря, ростом некоторых секторов. В частности, скорее всего, акции компаний, которые занимаются в сфере глобальной торговли, именно эти компании, вероятно, будут испытывать некоторую поддержку среди инвесторов. Почему? Потому что мы с вами знаем, что Трамп, это тот президент, который, по сути, развязал экономического противостояния между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Так вот, те компании, которые работают в глобальной торговле, они наибольше всего пострадали от этих всех действий. С другой стороны, если Трамп будет одерживать победу, то акции компаний нефтяного сектора, энергетического сектора и оборонно-промышленного сектора будут получать поддержку вот с другой стороны. Вообще, вот надо понимать, что если мы с вами предположим, что Байден побеждает в президентских выборах, то, вероятно, всего для фондового рынка это будет серьезный негатив, потому что мы эту тему, кстати, уже обсуждали. Ляш, напоминая о том, что Джо Байден, он вообще планирует, скажем так, ужесточить финансово-фискальный контроль корпоративного сектора, то есть, возможно, даже из-за этим последует повышение налогов, это, конечно же, будет крайне негативным для рынка, и, соответственно, мы с вами увидим некоторое серьезное снижение. Но это лишь только предположение. С другой стороны, Дональд Трамп, если выиграет, конечно, это дерегуляция рынка, то есть, это более такой либеральный подход, снижение налогов. Дональд Трамп, он всегда отстаивает интересы крупного бизнеса, что он уже и делает, в том числе, развязав вот это экономическое противостояние. Но есть риски, что будет продолжаться, опять-таки, вот это противостояние между двумя крупнейшими экономиками, что также может навредить мировой торговле. Поэтому здесь тоже будем за этим вопросом наблюдать. И хотелось бы тоже добавить, что на американском рынке, уже на рынке опционов, известно, что инвесторы ждут достаточно серьезной волатильности в ноябре и в декабре текущего года. То есть, рынок будет, извините за такое выражение, колбасить не по-детскому. Почему? Потому что при любом раскладе на выборах в Соединенных Штатах Америки побеждает либо Байден, либо Трамп. В любом случае, проигравшая сторона будет оспаривать эти выборы, будет не принимать результаты. Безусловно, там будут какие-то разбирательства. Может быть, даже дело дойдет до Верховного суда. С Верховным судом мы эту тему уже обсуждали по поводу того, что там умерла одна из старейших судей Верховного суда. То есть, это на руку республиканцам, в частности, Трампу. Короче говоря, там еще то политическое событие. Там, конечно, будет действительно серьезная волатильность. Поэтому вот инвесторы это все ожидают. Ну и, безусловно, это все будет отражаться, в том числе и на валютном рынке. То есть, я уверен, что инвесторы, вероятно, будут уходить с развивающихся рынков, будут уходить с рискованных активов. И вот эти вот неспокойные, бурные времена, вероятно, будут пережидать в более-менее уже проверенных экономиках. Безусловно, вероятно, я ожидаю, что спрос на золото будет продолжать расти. Но и будет, конечно же, расти доллар. Теперь по поводу рынка S&P 500. Мы с вами видим, что у нас S&P 500 на прошедшую торговую сессию подрос практически чуть более 1,5%. Главным поводом, драйвером для роста послужила новость о том, что на этой неделе, вероятно, все-таки будет согласован пакет стимулирующих мер в сумме 2,2 триллиона долларов. Мы эту тему тоже много раз обсуждали. Я опять напомню о том, что республиканцы и демократы между собой разбираются, сколько денег дополнительно вливать в экономику для того, чтобы поддержать в том числе рынок труда. Так вот, вроде бы как близка развязка в этом вопросе. И это позитив. Рынки это ждут. Поэтому на этом ожидании, на этом фоне, конечно, рынок у нас подрос. Но опять-таки это, на мой взгляд, пока что такое локальное действие. Все-таки вот выше озвученные ранее вот эти все проблемы, они, конечно же, на мой взгляд, более, так сказать, волатильные и более будут оказывать серьезное влияние, нежели вот какие-то другие новости, которые уже давно, возможно, уже заложены в рынке. Так, теперь коротко обсудим нефть. Нефть у нас тоже, давайте посмотрим на графике, торгуется на отметке 41,8. Значит, по нефти есть вероятно, что будут всплески. Опять-таки тоже будет волатильность. Опять на тех же новостях, которые мы только что обсудили в плане напряжения вот на Горном Карабахе, поскольку Азербайджан ведь тоже нефтедобывающая страна. Но, может быть, не такая крупная, но тем не менее. Однако здесь есть другие новости, которые, понимаете, двояко могут оказать влияние. И плюс, и минус. Плюс в пользу роста котировок, это информация и новости из Норвегии. Дело в том, что там некоторые крупнейшие компании, которые занимаются добычей нефти, заявили о том, что они, возможно, будут бастовать, то есть объявить забастовку. Дело в том, что там проблема в оплате труда, как бы это странно ни казалось. Профсоюзу требуют повышения оплаты труда, на что нефтяники или работодатель на это пока не идет. Поэтому есть риск забастовки. А это значит, что Норвегия, как один из крупнейших игроков на рынке нефти, может просто-напросто сократить добычу нефти. Они в месяц добывают примерно в сутки, пардон, 4 миллиона баррелей в сутки. Но это в том числе и природный газ, и в том числе нефть, то есть примерно 50 на 50. Поэтому, если говорить чисто про нефть, то ориентировочно 2 миллиона баррелей в сутки, вероятно, могут просто-напросто в какой-то момент времени уйти с рынка. Но я считаю, что это маловероятно, но тем не менее прецедент есть. Другая новость, которая формально тоже давит наоборот на рынок нефти, это новость из Ирана. Иран, как мы с вами знаем, он находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. Он открыто не может экспортировать нефть, он не может продавать ее. Но есть информация, что в сентябре месяце, по некоторым данным, то есть те компании, которые отслеживают танкеры, отслеживают объемы продаж, так вот, эти компании, вот эти вот службы говорят о том, что в сентябре Иран серьезно увеличил экспорт нефти. Нет точной информации, сколько он продал. 300 тысяч баррелей в сутки продает, либо 750 тысяч баррелей в сутки. Ясно лишь одно, что танкеры загружаются иранской нефтью и отходят от портов Ирана, то есть от тех нефтеналивочных терминалов, и уходят покупателям нефти. И делается это на самом деле очень интересно. То есть согласно правилам, внутренним правилам танкерного движения, то есть мореходства вот этого вот, то танкеры, те, кто заполняется нефтью, они обязаны оповещать о своем местонахождении. Есть так называемая автоматическая система оповещения. Так вот, вот эти танкеры иранские, они отключают вот эту систему, наливают ночью нефть и потом эту систему уже включают, но находясь далеко уже от берегов Ирана. И плюс ко всему сам Иран официально уже давно не подает сведения в ОПЕК о том, сколько они добыли нефти, сколько продали. Поэтому очень много вопросов, это говорит о том, что мы с вами, как обычные рядовые инвесторы, которые оцениваем всю эту историю, мы до конца с вами не знаем, что творится на рынке нефти. Мы знаем только официальную информацию, что только-то сократили, столько договорились, Саудовская Аравия столько продала, Россия столько нарастила, Соединенные Штаты и так далее. Но мы с вами не знаем те моменты, которые происходят за вот этим информационным фоном, например, вот Иран. Иран, он постепенно наводняет мир нефтью, несмотря на то, что все хранилища в мире переполнены. Это формально может тоже даже продолжать влиять на рынок нефти. Но и не забываем про Ливию. Ливия планирует тоже нарастить добычу нефти, что тоже имеет определенный негатив в перспективе. Так, из новостных фонов сегодня коротко все. Давайте коротко посмотрим пару доллар-рубль с точки зрения движения цены в общих чертах. Значит, пара доллар-рубль у нас торгуется на отметке сейчас выше 78 рублей за американский доллар. Есть перспектива пробоя. По сути дела, мы уже даже официально пробили вот это вот сопротивление, о котором мы с вами говорили 21-22 апреля. Поэтому здесь в случае закрепления выше отметки 78 рублей за американский доллар, значит, тест район 81-82 рубля за американский доллар, это уже становится наиболее очевидной историей. Так, но сегодня мы с вами еще встретимся, более подробно обсудим ситуацию с парой доллар-рубль уже на торгах московской биржи. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И до встречи в следующих видео. Пока!